Наши слова и мысли, заряженные эмоциями, обретают силу, способную к воздействию на людей, на которых мы осознанно или неосознанно направляем свои намерения. Если мы желаем блага, счастья, добра, любви, всего наилучшего, то эти слова и мысли становятся потоками света, которые направляются к человеку, у которого эти слова и мысли предназначены. В этом смысл и суть молитв. Люди, обладающие даром ясновидения, видят, как к человеку направляются лучи или потоки света, когда за него молятся. Но также видны и потоки тьмы, когда направляются антимолитвы. Антимолитва – это что-то вроде бытовой магии, когда человек получает поток негативной энергии, которая воздействует на его здоровье, настроение, эмоциональное самочувствие, умственное состояние и может повлиять на его отношения и даже на дела. Антимолитва – это не только целенаправленная энергетическая атака со стороны так называемых «черных магов», но и неоправданная и злонамеренная критика, осуждение, клеймение, ругательство, оскорбление, а также сплетни. Особенность энергетически сильны – проклятие. Потому что действие этих слов и мыслей, заряженных негативными эмоциями и злыми намерениями, точно такое же. Поэтому все это разновидно с черной магией с точки зрения энергетических практик. К сожалению, такие формы отношений для некоторых стали нормальными, привычными и обыденными. Люди не осознают и не замечают своих негативных молитв, когда желают плохого другим людям. Но сила эмоции и намерения действительно вредит энергии людей, на которых эти слова и мысли направлены. Таким образом накапливается негативная карма от принесения вреда другим существам, которые обязательно возвращаются к своему источнику, принося беды, болезни и несчастья. В особенности это действенно по отношению к тем людям, с которыми у нас есть конкретная связь. Люди любят обосновывать полезность критики, не понимая, как редко критика действительно конструктивна. Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему, как правило идет переход на личности. Вместо того, чтобы внести ясность и свет, большинство критиков вносит тьму, раздор и не предлагает ничего ценного, внося лишь злорадство и самоутверждение. Более того, если бы критики хотя бы спрашивали себя, с каким намерением они критикуют, хотят ли они добра к критикуемой стороне, или спрашивали бы тех, кого они критикуют, интересно ли вообще их мнение и нередко безапелляционная, неуважительная манера обращения. Поэтому очень важно осознавать и очищать свои речи и свои мысли, равно как и помыслы и намерения. Следить за тем, что и как мы говорим, когда мы находимся в чем-то обществе. И следить за тем, о чем мы думаем, когда мы наедине с собой. Ведь наши мысли неизбежно переходят в слова, а слова – это уже действие. И надо учиться строить общение так, чтобы оно несло и пользу, и свет души, чтобы мы прекратили все виды антимолитв, чтобы мы жили в непрерывной молитве, несущей свет и энергию всем нашим близким, а также и дальним. И этот свет обязательно вернется, равно как и сделает нашу собственную жизнь светлее и добрее. В клубе ТиАйда мы создаем пространство общения, в котором люди могут общаться без всех этих сомнительных способов негативного общения. Хотя главная цель – это пространство для роста и развития в безопасной, защищенной, комфортной и светлой атмосфере взаимного уважения и дружеского сотрудничества. Ссылка на клуб и другие ссылки на ресурсы Академики Айда в описании к видео.